В эти дни члены жюри городского конкурса «Свет своими руками» подводят итоги и выбирают поделку, которая сможет защитить пешехода в темное время суток. Как совместили творчество и практическую пользу полевские дети, узнаем из нашего сюжета. Куклы-талисманы, световозвращающие полоски на рукава, шапки и броши. Выставка световозвращающих элементов, поделок и игрушек прошла в минувшие дни на базе Бажовского центра детского творчества. Два дня жители Полевского могли посмотреть, потрогать и примерить на себя результаты трудов полевских детей и их родителей. Сегодня выставку оценивают члены городского волонтерского движения по безопасности дорожного движения. Я считаю, что должен победить этот световозвращатель, так как он практично удобно, его можно носить в повседневной жизни, что может сохранить вам ваше здоровье. Городское волонтерское движение по безопасности только начинает свой путь. Команда добровольцев собрана Управлением образования и Полевской ГИБДД. Оценить работы этой выставки – их первое задание. Однако старшеклассники уже выказывают всю серьезность своих планов. От лица городского волонтерского движения мы обрешаемся к участникам дорожного движения. Просим вас снижать скорость, соблюдать правила дорожного движения. И просьба к родителям снабдить своих детей световозвращателями. Предстоит оценить не только внешнюю привлекательность, но и пользу. В зимний период особенно важно обезопасить себя, прикрепив на одежду светоотражающий элемент. Существует факт, что без светоотражателей водитель видит пешехода на расстоянии 40 метров, а со светоотражателями – до 200 метров. То есть расстояние увеличится в 5 раз. Поэтому светоотражатели могут спасти жизнь человеку. Выставка «Свет своими руками» – это одно из ряда мероприятий, направленных на сокращение ДТП с участием детей. К участию в конкурсе были приглашены воспитанники детских садов, ученики школ, родители и учителя города Полевского. Неважно, какими способами мы доводим информацию до населения, будет обращение на телевидение, радио, газеты, какие-то листовки. Либо, как в этом случае, проведение творческого конкурса, в котором есть особый момент созидательный. Дети вместе со своими родителями, с руководителями понимают, к чему идут, что они делают, понимают, в чем польза светоотражателей. И такая форма работы с детьми, она более понятна для них. И, соответственно, дети уже знают, для чего они постарались, к чему они стремились. И, более того, изготовили световозвращающие элементы, которые им пригодятся на практике. Выбрать победителя будет непросто. На конкурс представлены более 160 работ. Посмотреть труды полевских детей можно на выставке, которая будет работать 8 и 9 декабря на базе дворового клуба «Юность» с 13 до 19 часов. Екатерина Климова, Алексей Карипанов. Твой день.